Привет, друзья, с вами Вайми, и мы продолжаем играть в Dark Souls. Сегодня такой более PvP-ориентированный эпизод, хотя немножко вещей, касающихся основного прохождения здесь есть, и все они в нескольких первых минутах, я это так средактировал, и в этом эпизоде у нас будет пост-комментирование, то есть я комментирую это уже после того, как поиграл. Так, здесь я покупаю несколько спелов, по-моему, я купил поджигание, Combustion, сейчас посмотрим. Купить предмет, да, поджигание. Я не буду его в этом эпизоде использовать, да и вообще я сомневаюсь, что буду его использовать, но у меня была такая мысль, дальше я все ускорил, но это не так уж важно. В общем, по сути, в этих первых нескольких минутах я улучшаю несколько разных видов оружия, закупаю кучи титанита и все подобное. О чем я хотел бы поговорить в это время, это то, что, возможно, некоторые эпизоды, может быть, даже большая часть, которые будут после этого, будут также откомментированы в пост-варианте, то есть после того, как я поиграю, отдельно я буду комментировать, потому что, как показал бой с Эрнштейном и Смолком, я не очень хорошо могу играть и комментировать одновременно. Меня убивают при этом. Ну, также там сыграло роль несколько других вещей, но в целом, да, играть не комментируя у меня получается намного лучше. Так что, наверное, хотя бы, во-первых, я как минимум попробую сделать несколько эпизодов с пост-комментированием, посмотрим, насколько это получится, насколько это вообще имеет смысл. Тут я не с первого раза проапгрейдил Альварду до Небесной. Да, сейчас вот я проапгрейдил. Она потом понадобится, это будет очень важно, но пока что она не нужна. В общем, как минимум, первые, точнее, следующие несколько эпизодов будут с пост-комментированием. Дальше посмотрим. Я думаю, я это как-то буду смешивать, то есть некоторые эпизоды будут с пост-комментированием, некоторые одновременно с игрой. Здесь я покупаю еще какое-то количество стрел. Вообще, я хотел в этом эпизоде сначала немножко поиграть в кооперативе, то есть призваться к кому-нибудь на Орнштейне и Смога, но мне это не удалось. Я полчаса бегал по Андерландо, и никто меня так и не призвал. Да, я еще повысил немножко уровень, догнал ловкость до 30, и по сути это то значение ловкости, которое я хочу иметь к концу игры. Возможно, чуть-чуть поднять еще можно будет потом. В принципе, скейл идет до 40, то есть если у вас выше 40 ловкости, то там почти никакой перебавки не идет для магу. А до 40 она идет. С силой немножко не так, потому что одна смерть сейчас будет. Вообще, их будет две в этом эпизоде. И, по-моему, обе от этого рыцаря. В общем, сила точно так же скейлится до 40, но когда вы берете оружие в обе руки, ваша эффективная сила умножается на 1,5. То есть, дальше 27, по-моему, силу качать довольно бессмысленно, если вы планируете использовать оружие в двух руках. Так, с этого рыцаря мне дропнулось копье, по-моему. Сейчас посмотрим. Да. Я хотел выбить щит, я это говорил еще в прошлый раз, и я был очень разочарован, когда мне дропнулось с него копье. И потом еще будет несколько копий, несколько щитов, меч мне так и не выпал. Хотя он мне не очень-то и нужен. В общем, силу, по-моему, 27, то значение, до которого вам ее нужно качать, если вы собираетесь использовать оружие в двух руках. В одной руке прирост дамага будет до 40 сил. Еще одно копье. В двух руках 27. Возможно, 26, я не уверен, и сейчас мне как-то очень лень проверять. Так, что еще? Здесь вот мне, по-моему, упадет щит как раз. Да. В итоге мне нападало, по-моему, 3 или 4 этих щита. И несколько копий, меч, как я уже сказал, так и не упал. Но, в общем, да. Вернемся немножко назад к пост-комментированию, опять же. Я думаю, я буду делать более легкие этапы игры с лайф-комментированием, то есть играть и сразу комментировать. А какие-то более сложные, вроде вот того же боя с Арнштейном и Смогом, который я уже сделал в Илайве, правда. Но если бы я сейчас его переделал, я бы делал пост-комментирование. Я думаю, большая часть DLC-контента будет с пост-комментированием. И, наверное, большая часть обычного контента будет с обычным лайф-комментированием, кроме, возможно, финального босса и еще пары боссов. Так, апгрейдить лук это не очень-то, в принципе, важно, но он может пригодиться в некоторых местах. Вообще, за этот эпизод я проапгрейдил лук. Шател до плюс 10, щит до плюс 10, рапиру... Какая рапира? Меч баудерский у меня был и так прокачан. Потом я прокачал еще рекордовскую рапиру, вот, до плюс 5. По-моему, так, я не очень смотрю на экран в данный момент. Также я попрактиковался еще немного в парировании рыцарей, и теперь я практически гарантированно парирую рыцарей с мечами. Все их атаки, и в какой-то момент я просто стоял и парировал его где-то минуты 3, не убивая. Правда, я это не показал в этом видео, потому что я просто подумал, что это довольно скучно смотреть, как я парирую одного и того же рыцаря. Легкий способ, во-первых, справиться со стражами, во-вторых, я показываю, насколько увеличивается урон от кольца. Было 49 урона, стало 77 урона. Если снять кольцо, будет снова 49, несмотря на то, что я чуть-чуть отодвинулся. Да. В общем, кольцо довольно полезно для увеличения урона, если вы используете лук. Я, кстати, не помню, влияет ли оно на арбалета. По-моему, нет. По-моему, это именно для луков кольцо. Но, возможно, и на арбалета влияет. Так, вот здесь, по-моему, у меня что-то еще... или нет. Или не выпадет. Или это моя вторая смерть? Да, это моя вторая смерть, похоже. Проблема в том, что я снял кольцо волка, и вот что со мной делает отсутствие баланса. То есть, если бы у меня было надето кольцо волка, то он бы своими ударами меня не станил и не мог ударить два раза подряд, потому что ко второму удару я бы успевал поднять щит. А так он может. И вторым ударом он меня, собственно, убил. Так, здесь у меня выпал второй щит. И я проверяю, насколько отличается дамаг Шателла. Или даже уже третий щит, я не помню. Дамаг Шателла немножко хуже, чем дамаг Балдерского меча. Вообще, Шателла один... По-моему, это самый слабый кривой меч. Возможно, скиметар слабее, я не помню. Но, по-моему, Шателл все-таки самый слабый. По крайней мере, он определенно слабее меча Стража. Которую я подобрал где-то, я не помню, как именно он называется. Поинтингардиан. И слабее Фальчелона, по-моему, тоже. Еще какие-то апгрейды. Я уже жалею о том, что я это все оставил. Но это нужно показать, потому что... Это важно, наверное, кому-то. Да, я докупил Титанита, чтобы проапгрейдить свой щит Серебряного Рыцаря до упора. Один из них. Уникальное оружие, которое апгрейдится Мерцающим Титанитом, идет только до плюс пяти. И уникальная броня тоже. Что, во-первых, с одной стороны это хорошо, потому что нужно меньше Титанита. Но, с другой стороны, плюс десять или плюс пятнадцать оружие будет часто получше, чем плюс пять. Хоть и уникально. Ну, хотя это тоже очень сильно зависит от оружия. Вот здесь вот я проапгрейдил Рапиру до пяти. Потом мне просто было лень возвращаться к Андре, чтобы проапгрейдить ее до плюс шести и дальше. То есть Титанита мне вроде бы хватало на этом. И, по-моему, сейчас уже начнется наше ПВП. Нет? Да, вторжение в другой мир. И перед началом вторжения я меняю себе кольцо. Это можно делать. То есть кольцо важно только в момент, когда совсем-совсем начинается вторжение, когда у вас только появляется надпись вторжения в чужой мир. После этого его можно снимать. И это одна из... По-моему, это даже единственная хотя бы относительно честная победа. Хотя она и не очень-то честная. Комментировать тут даже практически нечего, потому что все лагает. Я абсолютно не понимаю, почему это не нанесло мне урона. Почему, например, как здесь некоторые бэкстабы работали. Почему это нанесло ему 400 урона. В общем, все лагает. Ничего не понятно. И в итоге я как-то побеждаю. Потом мы с этим парнем еще столкнемся несколько раз. И там так легко победить не удастся. Вот здесь этот спел, по-моему, я словил полностью с опущенным щитом. Или нет, не полностью. Часть его словил с опущенным щитом. И это не нанесло мне урона. Потом еще один спел будет, который не нанесет мне урона. Здесь в этом эпизоде вообще очень много магов всяких. Не знаю почему. Возможно, я попал в какой-то день магов. Это была темная магия, которую он сейчас два раза применил. Я не помню, как именно это заклинание называется. Я вообще не очень часто играл магом. Но темная магия очень-очень сильно дамажит физической и магической составляющей. И от нее нельзя защититься никак. Никакими обычными средствами. То есть заблокировать ее, по-моему, нельзя щитом. То есть часть в любом случае всегда проходит. Ну, то есть она в любом случае всегда проходит магическое. Но в данном случае от нее, по-моему, нет резиста от темной магии. Или что-то в этом духе. В общем, по какой-то причине она немножко имбовата. Я точно не знаю, потому что магом я, опять же, не играл. Еще один инвейд. К какому-то другому парню. И он кого-то еще призывает. А, да, вот с этим парнем мы, по-моему, еще тоже несколько раз встретимся. Он призывает темного духа, то есть Даркрейфа. По этому, по-моему, по знаку, который мы еще не нашли. Красный мел, в общем, есть, который позволяет оставить знак. И вас смогут призывать на дуэль. В общем, этот парень, который хост этого мира, устраивает дуэли между вот этим вот красным духом. Фантомом и синими фантомами, которые приходят из комбинантов, в котором я состою, лесные охотники. Этот парень тоже применяет магию темную. До этого было заклинание Пурсуэрс, преследователя, по-моему. По сути, от него достаточно легко увернуться. Если только в упор, оно может вас убить. И здесь вот я, по-моему, это потому что я опустил щит на мгновение. И по мне попал полный дамаг с этого заклинания. Но, возможно, оно бы меня и так убило, потому что темная магия очень дамаговая. Еще вторжение. Почему-то я в некоторых вырезал вот это вот время до вторжения, а в некоторых нет. По-моему, в тех, что после какого-то момента я стал это вырезать. Так, здесь у нас, по-моему, это снова, да, это тот же парень, который был в первый самый раз. Которого я убил, но теперь он с анбро. И об него я умер, по-моему, раза четыре, наверное, точно. Может быть, даже больше. И убить их так ни разу и не смог. Вообще, это не очень честно, на мой взгляд, в том плане, что они именно вдвоем на меня одновременно нападают. То есть поодиночке я бы, может быть, что-то мог с ними сделать. Но они все время почти никогда не разделялись. Опять же, он спамит разной магией. Он спамит самонаводящимися этими вот... Я не очень уверен, что это за магия. По-моему, это самонаводящаяся сгусток души или что-то в этом духе. Он хотел меня забэкстабить, но когда вы встаете... Я не уверен, насколько это 100% эффективно, но мое понимание. Если он стоит сзади вас, когда вы встаете, вам нужно сразу же перекатиться в сторону. То есть спамить перекат еще до того, как вы встали. И тогда он вас не сможет забэкстабить. Здесь я применил человечность. Что в итоге не помогло, конечно же. Я достал лук. Вот, возможно, мне помогли бы ядовитые стрелы, чтобы отравить одного из них или что-нибудь подобное. Но ядовитых стрел у меня не было. А обычные стрелы из лука элементарно блочатся щитом. Также у того парня, который маг, который хозяин мира, у него есть заклинание... Точнее, у него не заклинание, у него меч. Вот он, который он сейчас применял. Я не совсем понял, как это меня убило. То есть я вроде как перекатился, он ударил туда, где я был. И убил меня. Видимо, какой-то лаг или что-то вроде того. В общем, у того парня, который хозяин мира, у него меч из хвоста сита, по-моему. В общем, этот меч по вторичной атаке выдает такую волну, идущую вперед и наносящую урон. Также сам меч бьет магическим уроном. По-моему, опять же, сейчас я проверю. Да, действительно, этот меч бьет магическим уроном. И более того, он бьет только магическим уроном. То есть физической составляющей у него нет. И при этом он имеет кейл очень хорошего от интеллекта. То есть это, наверное, очень хороший меч для мага. Правда, он требует 16 силы, так что магу придется немножко прокачать силу. Но все равно меч выглядит очень хорошим для мага. Если я буду качать мага, я, наверное, попытаюсь достать этот меч. И я, наверное, покажу, когда мы дойдем до сита, как его получить. Если сам смогу, потому что я ни разу не получал этот меч. Ну, я ни разу не пытался особо его получить. Точнее, один раз я попытался, но там немножко помешало другое. Так, здесь я от них убежал и снова пытаюсь их как-то подманить. Но... То есть подманить их, по-моему, у меня получится. Но в целом я ни разу не выиграл против этого вот парня. Кроме самой первой дуэли, когда он был один. И то там все лагало, и я не уверен, что можно считать этот честной победой. Вообще, я постоянно пытался их подманить к неписям или к монстрам простым. Вот этому вот укропу, который здесь. Он здесь причем сильнее, чем в самом Дарк Рудгардене до этого. Один раз получилось подманить их к рыцарю, как вы видели. Когда я в прошлый раз умер против них, там невидимый рыцарь их пытался убить. Если бы я выжил, у меня было бы довольно много шансов, потому что этот рыцарь довольно крут. И там еще и лучница рядом. В какой-то один момент мне получилось их все-таки разделить. Я не помню, в каком именно вторжении. И я почти убил вот этого фантома. Но в итоге все равно проиграл. Так, в меня опять не попала куча магии. Хотя вроде должна была. Я не знаю, возможно, при перекате она не попадает. Что, возможно, логично. Потому что, насколько я знаю, у перекатов есть неуязвимость. Какой-то период неуязвимости. Здесь я мог бы его забэкстабить. Не здесь, а вот перед этим, когда он бил укроп. Но почему-то не успел. Я перекатился в сторону, потому что увидел сзади хозяина мира хоста. Я не понял, как вот этот по мне не попал, этот заряд меча его. И это вот заклинание снова. По-моему, это гнев богов. Я опять же не уверен. Потому что я не очень хорошо разбираюсь в заклинаниях. Вот здесь я мог бы его убить, если бы я не отступал назад. А наоборот, отходил вперед и пытался его убить. И я отошел назад, увидел, что он лечится. Попытался использовать человечность. Но он успел подбежать и убить. Человечность используется чуть-чуть дольше, чем... Эстус. Незначительно дольше. Какой-то другой парень в этот раз. И... Красный Фантом. А, и по-моему, я сюда... Я не... А, нет, это еще один парень, который устраивает дуэли, видимо. Здесь я воевал против вот этого красного Фантома. Он, по-моему, чуть-чуть более хорошо эквипнут и, возможно, прокачан, чем я. Потому что он мне наносит довольно много урона. Но это вполне честная дуэль. Просто я даже не знаю, в чем здесь мои ошибки. Наверное, стоило бы... Не стоило так рисковать и открываться. И не стоило пытаться обойти его для бэкстаба. Это не всегда работает. Насчет эквипа я не уверен, что у него... Я не очень хорошо разбираюсь в эквипе. И тем более, я не очень хорошо разбираюсь в эквипе, когда он на Фантомах. Опять тот же самый парень, который был самым первым. И опять он с Сандро. Посмотрим. Снова магия. Я уже примерно к этому моменту думал о том, чтобы, если я инвейжусь к нему, мне просто использовать черный кристалл, чтобы уйти оттуда. По-моему, это черный кристалл. Да, вот. Вот это ошибка. Я бежал и попытался перекатиться. Но кнопка переката, когда вы бежите, заставляет вас прыгнуть. И прыжок не дает никакой защиты. И поэтому я свалил все это заклинание. Я знаю такую вещь, которую я сам не испытывал. В общем, если держать щит на готове, когда вы бежите, то кнопка переката будет работать как перекат. То есть... Это можно использовать. Я в данный момент не держал щит на готове. И поэтому прыгнул вместо того, чтобы перекатиться, и свалил полностью все его заклинание. И это меня оставило совсем с каким-то очень маленьким количеством жизни. Здесь я мог бы его, наверное, попытаться забэкставить, но это магический меч. У меня баудерский щит, который имеет очень, по-моему, плохую защиту от магии. Или просто плохую. Я не помню. От чего-то у него защита совсем слабая 20%, а от чего-то другого побольше. По-моему, от магии у него чуть-чуть побольше защита, чем от... Чем от чего? Чем от молнии. У этого парня мы снова, опять же, уже были. У него арториасовский меч бездны. У второго парня черная магия. И они меня убивают. По-моему, магии. Снова преследователи. От них можно увернуться вперед, то есть под ними прокатиться, но я считаю, что очень рисковать. А, да, это тот момент, когда я упал с обрыва. Я плохо знаю лес. И от этого я иногда погибаю, упав с обрыва, или дойдя до какого-то дерева, через которое я не могу пройти. А с этим парнем тоже будет несколько дуэлей. Рудгай. С ним все хорошо, но он просто лучше играет, наверное. Но в первый раз все не очень хорошо получилось, потому что пришел еще один фантом и убил этого парня. Я здесь в основном наблюдал. Это чудо от Ниту, Грейвлорда Ковенант. Мы, опять же, разберемся, как туда попасть, когда попадем туда, когда пойдем в те локации. Но я пробовал использовать это вот чудо. Я, опять же, не помню, как оно называется. По-моему, это абсолютно бесполезная вещь, потому что попасть им по противнику довольно сложно. Эти мечи вылезают довольно рандомно. И дальность у них тоже не очень большая, и время каста тоже достаточно неудачно длинное. То есть противник может либо выбежать за дальность, либо просто подойти и пару раз ударить вас, пока вы это кастуете. То есть, на мой взгляд, это довольно неудачная вещь. Хотя я использовал не этот конкретно вариант. Это более сильный вариант, который можно получить, прокачавшись немного в Ковенанте Грейвлордах. Я использовал изначальный вариант, который послабее и с меньшим радиусом. Возможно, вот этот вот сильный вариант получше. А тот парень, который хост, хозяин мира, он использует Хаос Блейд. Клинок Хаоса, катана, которая имеет очень приличный урон, но при этом наносит дамаг вам, когда вы бьете небольшой. То есть вы видите, видели, что когда он бьет, ему каждый раз наносится 20 урона. Ну, не знаю, я ни разу не использовал Хаос Блейд, но, по-моему, достаточно неплохое оружие, потому что 20 урона — это копейки, а урон у самой этой катаны достаточно большой. Это снова тот парень с красным фантомом, который с черной магией всех убивает. Но, но, в этот раз все будет по-другому. Хотя я, опять же, ни в чем не участвую, и он уберет без моей помощи. Но к нему вторгся еще один фантом с черной магией. И, по-моему, они там убили не того фантома. То есть Хост убил не того фантома, или просто оба фантома были враждебны. В общем, в итоге Хост умер от черной магии, а я просто стоял вдалеке и смотрел. По-моему. Или это... Или это не тот бой. А, да, это тот бой. За первого фантома, который умер красным, мне дали 19 тысяч душ. И за хозяина... За хозяином мне дали еще 29 тысяч душ. Чем больше разница в уровне между вами и противником, по-моему, тем больше дает вам душ. Или просто чем больше уровень противника, я не уверен. В общем, я не знаю, по каким формам это все работает, но, по-моему, они были далеко за сотый уровень, эти два парня. Также меня обвинили. Это достаточно плохо, потому что теперь ко мне будут инвейдиться Даркмуны в тех локациях, где я не убил босса, если я человек. Я не смотрел, насколько серьезно меня обвинили, потому что если это одно обвинение или там два обвинения, то ко мне будут инвейдиться Даркмуны примерно на моего уровня, и это не сильно страшнее, чем если бы я просто ходил по локациям, ко мне бы инвейдились Дарклейфы. Там опять какой-то парень умер без моей помощи. Такое бывает. Снова Рудгай. Это который был с Хаус Блэйдом. В этот раз, по-моему, один на один мы будем выбивать. А, нет, в этот раз еще один. Синий Фантом, и, по-моему, он его опять же убьет. Фантом Хаста, в смысле. Да, похоже на то. Но под конец у меня будет довольно удачная с ним дуэль. Ну, неудачная в смысле я выиграю, а в смысле достаточно хорошая и длинная. Потому что, когда ПВП заканчивается после первого удара, это, по-моему, достаточно глупо. И не очень-то интересно. А там будет достаточно интересно посмотреть, потому что бой там достаточно длинный. По-моему, минут на 5, может быть. Не, наверное, поменьше. Но это не так уж важно. Снова этот же самый первый парень. Карл от Дорнхоу. Донерхоу. Блин. Я не могу это произнести нормально. В любом случае, это значит, что я опять же проиграю. Потому что я его победил только в первый раз. Как же я проиграю в этот раз? Сейчас я уже переключился на Шател. Я не успел заметить, когда это произошло в этом бою или до этого. В общем, я в какой-то момент прокачал Шател до 10 и решил побегать с ним, потому что он игнорирует щиты. Это, по-моему, довольно полезно. Иногда. Иногда урон и дальность баударского меча полезнее. Потому что баударский меч очень длинный. Он достает издалека. В то время как Шател достаточно короткий. Ну и, в принципе, ему все-то мне меньше нравится у Шатела. Ну и, как и у всех остальных кривых мечей. Здесь вот я его ударил сквозь щит, по-моему, на 130 урона с чем-то. Но он меня тоже пару раз ударил в это время. Просто так бегаем и ничего не делаем. Это тоже бывает. Да, 138 урона сквозь щит. Р2 атакой. И в данный момент вот он разделился с хозяином, с хостом. Но все все равно довольно плохо закончится, потому что хост придет все-таки. Ну и, по-моему, убьет меня все-таки этот парень. Опять же, гнев богов, по-моему, надо будет проверить. Я не помню, что именно за счет. В общем, это урон в определенном радиусе всем. Ну, всем враждебным. И он еще и не баллокируется полностью. То есть, достаточно сильная магия, сильное чудо. Он, по-моему, заметил, что я использую Шател и просто убрал щит. Тоже хороший вариант. Я мог бы подойти к нему поближе и пытаться убить его, пока он без щита. Но он использовал это вот чудо, так что я этого боялся и поэтому не держался далеко. И пришел до хозяина мира и убил меня одним ударом. Своим мечом, который бьет магией. Снова Рудгай. И, по-моему, сейчас будет достаточно хорошая дуэль. Или в следующий раз против него. Я несколько раз сражался против него достаточно часто, по-моему. Поклон. И посмотрим, что здесь можно увидеть. У него... Хаусблэйд, который... Имеет кровотечение, но... Во время переката он, по-моему, попал, и кровотечение не применилось. Я не знаю, потому что лаги или потому что во время переката, но по какой-то причине кровотечение не применилось, хотя должно было. При этом полоска исчезла. Здесь я мог бы держаться изначально чуть поближе к нему, и если бы он использовал это лечение, то я бы успел его добить, скорее всего. Ну или я мог бы сам подлечиться и попробовать еще раз. Я снова попал к нему же, и вы можете заметить, что он победил того парня, который в Торксе, пока я еще у него был. То есть это буквально минута или две между инвейдами. И здесь вот я решил немножко поменять экипировку. Я взял Рапиро, Рикарду, и по-моему... А, нет, я еще поменял кольцо на кольцо со львом. Кольцо со львом увеличивает урон от контратак колющим оружием. Это значит, что если я атакую одновременно с атакой противника, то есть конкретно попадаю по нему в тот момент, когда у него идет активный атак. То есть в тот момент, когда он может попасть по мне, если он попадет по мне, то есть нанесет мне урон. А при этом у меня урон увеличивается от таких атак от кольца львом. Я не уверен, что я понятно это объяснил. В общем, суть в том, что если я попадаю по нему в тот же момент, когда он попадает по мне, скажем так, то мой урон будет больше, чем он был бы без этого кольца. Но в данном случае у меня это не очень-то получилось, и урона я наношу достаточно мало, потому что Рапиро у меня всего плюс 5. По-моему, я здесь подлечусь в этом бою все-таки. Но он нанес мне сразу много урона с помощью Блида, с помощью простых атак. Я отступаю, когда у меня Блид почти заполняется, чтобы он меня не добил этим Блидом. И в принципе я пытаюсь использовать преимущество Рапира, что ей можно бить из-за щита, и использовать преимущество своего кольца, которое увеличивает мне урон. Но это не очень-то помогает, потому что, возможно, даже увеличенный урон не такой уж большой, но изначально не увеличенный, но точно большой. Вот этот вот удар, я мог бы его достаточно хорошо задамажить в этот момент. Но не знаю, я тормозил, я не знаком с муфсетом этого мяча. Он подлечился, я отступил чуть-чуть и тоже подлечился. И при этом пару раз развернул камеру, куда не нужно. И мы продолжаем бой с полной жизнью. И нарезаем круги вокруг друг друга. Я наношу всего 68 урона, это скорее всего с учетом его нанесения урона себе, то есть это всего 48 должно быть урона. И я снова, по-моему, избежал потери крови, или не избежал, я не совсем уверен, что там произошло. И у меня получился бэкстан, что тоже неплохо. Но я все равно этот бой проиграю, спойлер. Правда, я не совсем помню как. Так, потеря крови и... Нет, не здесь я проиграю этот бой. Опять же, я мог бы, не перекатываясь, ударить и, возможно... Ну, не убить его, но нанести урон точно. Еще кто-то пришел. И да, сейчас вот я проиграю. Да, удар. И он по мне еще раз попадет, по-моему, просто. Или нет. По крайней мере, я точно не дождался второго парня. Нет, я применю человечность. Третий раунд. А, он призвал фантома здесь. Видимо, чтобы помочь ему против двоих. Но это ему не понадобится, потому что он убьет меня раньше, чем второй подойдет. А, ну да, бэкстаб. У него получился какой-то непонятный лакстаб. Я не знаю, лакстаб это такая относительная вещь. То есть, если для меня это лакстаб, то у него, скорее всего, все нормально. И наоборот, когда я его бэкстаблю, у меня обычно все нормально, а на самом деле это лакстаб. И последний инвейд на сегодня. Я заинвейдился к Арнштейну и Смогу, и они теперь унижают меня не только в Андерлондон, но и в лесу. Мне просто показалось это забавным. Я уже хотел выходить, и последний инвейд, который у меня получился, это вот эти вот два парня. Правда, Арнштейн очень быстро сдисконнектился. Но Смогу на меня много не надо, всего пару ударов. Один удар во время ферриката, непонятно как. И второй удар будет более понятно как. Хотя я не очень-то помню. Сейчас. И по-моему, я ударю его, а он ударит меня одновременно. И мы разменяемся ударами, только мне его удара хватит, а я его почти не дамажу. Ну-ка. Сейчас? Нет. Да, вот сейчас. Нет. Ну, блин, когда это будет, я не помню. В принципе, у меня плохо получается дуэлиться с теми, кто может убить меня с пары ударов. У меня со всеми плохо получается дуэлиться, но с теми, кто может убить меня с пары ударов, получается хуже. Особенно если я не могу их убить с пары ударов. И самый забавный момент. Второй готов. Смоук крут Ну и по сути На этом все Следующая пара эпизодов будет с посткомментированием Просто как тест Ну или не только как тест Ну в общем посткомментирование там будет А так на этом все С вами был Айми Пока